Приветствую вас, уважаемая Церковь! У нас снова, по милости Божией, есть чудесная возможность читать Священное Писание. Каждый раз, когда мы делаем шаг на встречу к Богу, наше сердце изменяется, наши взгляды, наше мировоззрение. Наша жизнь приобретает новые оттенки. Сегодня наши духовные размышления хочу посвятить мужчинам и женщинам, которые ищут Иисуса. Мир изменяется, изменяемся и мы. Всевозможные тенденции и философии мира то отдаляют человека от Бога, то приближают его к Нему. Но каждый человек имеет свое сердце и свой внутренний мир. И нельзя сказать, что человек неверующий, всякий человек верующий. Однажды в поезде попутно священник и ученый-атеист общались между собою. На что сказал атеист, зачем нужна мне вера? Жить можно и без веры. Вот, допустим, такая ситуация. «Лежу я на операционном столе, а передо мной врач со скальпелем. И зачем нужна мне вера?» На что священник ответил ему, да, вот именно в этот момент нужна вера. А вы убеждены, что белый халат, на нем одетый, доказывает то, что он и есть врач? Всегда нужна вера, в каждый момент. И люди разных сословий, богатые и бедные, нуждаются в Боге. И даже если мы не сразу это понимаем, Бог подводит нас к таким обстоятельствам в жизни, что мы все ярче, яснее понимаем, что нам нужен. Нужен не человек, а нужен кто-то, кто может дать ответ на все-все вопросы жизни и заполнить человеческую пустоту. В Евангелии от Луки мы читаем с вами в 8 главе о мужчине и о женщине. Интересные очень случаи, как каждый из них пришел к Богу и как вера возрастала с каждым часом во Христа. Мы читаем со стиха, стиха с Марокового, главы 8. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Яир, который был начальником синагоги и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом». Мы знаем с вами, что лидеры синагог, церквей, фарсей, саддукея, все они противостояли Иисусу, потому что Его учение, Его авторитет превосходил их авторитет, Его учение было силою, оно отвечало на нужды людей, на их сердечные искания. А они же, наблюдая со стороны, думали о Нем и всякий раз противостояли, искушали, пытались найти изъян, но им это не удавалось. Мы читаем с вами в Евангелиях, что с годами, наблюдая за словами, за делами Иисуса, все больше людей из, скажем так, духовной элиты стали прислушиваться и всматриваться в лики Иисуса. Они стали больше думать о Нем, и даже мы читаем с вами о том, что один за другим они стали подходить к Иисусу. Нам известен случай Никодима. Ему было стыдно пойти к Иисусу днем, и поэтому ночью он нашел из Иисуса Учителя, чтобы сказать Ему, что Его учение, оно не человеческого происхождения. Но в жизни всякие ситуации бывают. И, конечно же, кто нам не так дорог, как наши дети? За них мы готовы все отдать. За них мы готовы противостоять толпам людей. За них и ради них мы готовы положить сердце и душу, потому что близки и дороги они нам, более чем все на свете. И вот мы видим, как этот начальник синагоги, человек уважаемый, слышавший об Иисусе, знавший о делах Иисуса, противостоял давлению общества и толпы, и он пошел к Иисусу. И даже не сдалека, а очень близко, подойдя к Нему, написано, что он пал к Нему, чтобы сказать эти слова «Войди ко мне в дом». «Войди ко мне в дом, Господи!» Как часто врываются слова эти из наших уст. Как часто современный человек готов сказать «Войди ко мне в дом, Господи!» Когда у него накрыт стол, когда друзья и когда большой праздник. Когда мы знаем с вами о том, что переживаем такие моменты, когда счастье наполняет нашу жизнь. Готовы ли мы сказать? Нет, чаще получается в жизни так, что переживая тяжелые жизненные ситуации, потери близких, родных, болезнь детей, мы как никогда взываем к Небесам «Войди ко мне в дом, Господи!» Ведь кто может изменить что-то в нем, если не ты? И мы читаем, что когда-то человек, начальник синагоги, был у нога Иисуса и просил о своей дочери, сообщается в Евангелии о том, что у него была одна дочь, всего лишь одна, лет 12, и та была при смерти. 12 лет — ребенок, рожденный, чтобы жить. Он должен развиваться, он должен расти, он должен процветать. Каждый год добавляет ему в росте, в знаниях, в развитии. Но в этой жизни что-то шло не так. 12 лет — она умирает, хотя должна расти. И пока это маленькое создание живет и борется за жизнь, дальше повествование рассказывает о женщине, что и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей, все имение ни одним не могла быть вылечена. Тоже 12 лет, да, но она уже взрослая женщина. Казалось бы, что жизнь идет к завершению, на склоне лет. Но кто не хочет жить? И эти 12 лет, когда она уже не развивается, когда она уже достигла зрелости, будучи больна, она идет к смерти, но она не смиряется с этим. И написано, что все свое имение она издержала на врачей, расходовала на врачей. И тоже подошла к Иисусу. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? На что Иисус отвечает, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствую силу, исшедшую из меня. Хочу сказать, что Евангелие от Матфея, мы читаем с вами в 9 главе, в 21 стихе, дополняет это повествование и описывает его несколько с другой стороны. В 21 стихе мы читаем с вами, что это прикосновение, оно произошло не просто так. Это не было случайное прикосновение, это было умышленное. И в 9 главе, в 21 стихе мы читаем следующее. «Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Когда рождается в нас это внутреннее убеждение? «Если прикоснусь к нему, то я выздоровею». И хочу вас спросить, а почему получается так, что когда уже у нас не остается шансов, когда у нас уже нет больше выходов, когда мы все испробовали, когда мы все испытали, когда мы ко всем пошли, почему так получается, что к Богу мы идем, мужчины и женщины, в самую последнюю очередь? Ведь это Иисус, Он каждый день исцелял, Он каждый день творил чудеса, и можно было каждый день попасть к Нему. Можно было пойти, преодолеть, поехать, пойти пешком. Но каждый из них искал другие пути. И написано, что эта женщина много врачей нашла, много специалистов. И она пыталась найти выход из ситуации. У нее были деньги, она оплачивала их услуги. Но поняла, что никто из людей помочь ей не может. И далее, когда мы видим с вами, что казалось бы, что каждый из них вот уже нашел выход из ситуации, когда этот влиятельный, богатый человек, Яир, находит Иисуса, и когда он понимает, что Иисус — это единственный ответ на все дилеммы жизни, происходит нечто не очень для него приятное. Представьте себе, что вы стоите в очереди. И стоите вы много-много-много часов. И вот уже ваша очередь. Вы уже подходите. В этот момент кто-то становится перед вами. Что вы испытаете? И о чем вы будете думать? И какие эмоции появятся в вашем сердце? И вот когда у этой девочки остаются считанные минуты жизни, и когда он нашел выход из ситуации, появляется та женщина. Евангельское повествование очень быстро. нужно очень углубиться, включить воображение, чтобы понять все то, что там происходит. Если вы прочитаете внимательно эту историю в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, то вы увидите, что, когда Иисус спрашивает, кто ко мне прикоснулся, то здесь мы видим с вами, что начинается целое-целое повествование. Евангелист Лука рассказывает, кто прикоснулся к мне, спрашивает Иисус. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась она. Здесь начинается история жизни. И она начинает рассказывать, как появилась болезнь, как грехи жизни привели её к этой ситуации печальной, как начала она поиски, как понимала, что есть люди очень умные в этом мире, кто могут ответить ей на нужды, на её проблему, как долго она искала и, как она услышала об Иисусе, вот в этот момент она повествует, а Яир ждёт. Она рассказывает о том, что вера положила начало её исцеления, вера в Иисуса. Дорогие друзья, вера во Христа, в нашем сердце, есть ли место для неё? Сколько нужно ждать, чтобы начать верить? Сколько нужно пострадать, чтобы начать верить? Сколько нужно измучиться, чтобы начать свой путь к Богу? Сколько нужно ждать, чтобы наконец-то осознать, что только Бог — это главный ответ на все проблемы жизни? И вот после долгих исканий, 12 лет болезни и целой жизни измученной, она наконец сказала в сердце своём, если я найду Иисуса, если я хотя бы к Нему прикоснусь, то моя жизнь изменится. А можете себе представить, что случится с нашей жизнью, если мы будем не только однажды прикоснёмся, но каждый день это будем делать, каждый день об этом будем думать и к этому будем стремиться. А какой будет жизнь вечная, когда всегда с Иисусом будем? В этот момент мы читаем с вами, что когда эта женщина испытывает это возрождение, общение со Христом, некто подходит из дома начальника и синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждая учителя». Интересно, что как люди понимают Христа и как они видят Его? Кто такой Бог? Может ли Он помочь мне только, когда мне хорошо? Или Он всё-таки не похож на человека? Хочу прочитать вам Псалом 3 и 5 стих, чудесный призыв, который мы встречаем здесь с вами в этом Псалме. «Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, и сплю я, и встаю, ибо Господь защищает меня. Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, Ты возносишь голову мою». Полное доверие Богу, полная вера. Те, кто не знает Бога, они не могут понять всей той красоты. И этот человек, слуга Иоира, пришёл и сказал, «Оставь Учителя в покое, оставь Бога в покое, Он больше помочь тебе не может». Но Иисус вмешивается и говорит эти слова, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И когда Он пришёл в этот дом, где все плакали и рыдали о ней, Он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И сменялись над Ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв её за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух её, и она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители её, Он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. Оставьте Бога в покое, ваши проблемы решить никто не может. Но Иисус сказал, «Все, кто не верит, выйдите вон из дома, уходите, потому что там, где есть неверие, там не может воцариться жизнь». И тогда Иисус сказал этой девице, «Встань!» Она спит, она всего лишь спит. Как чудесно, как красиво! То, что для нас смерть, для Него всего лишь сон. То, что для нас невозможно, для Него возможно. То, что мы не можем сделать, Он решает очень легко. Всего лишь два слова сказав. Вера человека, насколько она важна. Мужчины и женщины, которые идут к Иисусу, имеют веру в Него. В их жизни совершается нечто удивительное. Там, где всё безуспешно, Он говорит, «Я есть Альфа и Омега». Там, где у нас нет силы, Он говорит, «Не бойся, я с тобою». Там, где нет выхода, Он говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». С Ним жизнь обретает другие оттенки. Мне очень нравятся слова Иова, этого человека Божьего, который имел много страданий на жизненном пути, но имел постоянную надежду и веру в то, что Бог знает его путь. смотрите, какие красивые слова Он говорит в книге Иова, в главе 13, в стихе 15. «Вот Он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути Мои перед лицом Его». Как удивительно! «Вот Он убивает меня, но я буду надеяться». Это глубокая вера, глубокое посвящение, которое имеет Иов по отношению к Богу. Тот час встала, как только услышала слова Иисуса. Имеет ли значение наша вера? Конечно, имеет. Верующий не постыдится. Готов ли ты сегодня ожидать, чтобы твоя жизнь изменилась? Готов ли ты тянуть это время безбожие? Или всё-таки ты сегодня готов обратиться к Богу? Готов ли ты сегодня открыть своё сердце? Зачем страдать 12 лет? Зачем так долго мучаться и мучать тех, кто в доме твоём, когда уже сегодня всё может извиниться и полноценная жизнь воцарится в чертогах твоих? Но нужно, чтобы это случилось, чтобы это изменение произошло. Нужна смелость, которой очень часто нам не хватает. Мы думаем, что скажут люди. И эта женщина должна была попасть в это окружение мужчин праведных, которые спешили осудить и могли бы сказать ей «Болезнь твоя из-за грехов твоих, вот и мучайся перед Богом и людьми». Или этот человек уважаемый, он мог бы думать, а что скажут люди? Вот как часто мы думаем об этом? Что скажут люди? Что скажут люди? И как мало нас беспокоит, а что скажет Бог? И вот они ждали, пока чуть ли не наступил час смерти, потому что думали, а что скажут люди? Но у нас был такой момент, когда ждать было невозможно. Или Бог, или смерть. И поскольку мы хотим жить, то в сердце каждого из них появляется другая мысль. Пойдём к Богу. Что бы ни сказали люди, пойду ко Христу и прикоснусь к Нему. Что бы ни думали люди, даже если будут смеяться с меня, пойду и попрошу, пусть Он исцелит мою дочь. Да, нужно исповедание. Нужно открыть свою жизнь. Нужно быть смелым, чтобы этот шаг сделать. Потому что нельзя втайне наслаждаться Божьими дарами. Нельзя втайне просить у Бога и всегда оставаться втайне, скрывая эти благословения. Господь приглашает нас, чтобы мы вышли вперёд и сказали, «Господи, я верю в Тебя». Только Ты есть ответ на все вопросы жизни. Хотел бы в завершении прочитать очень интересные слова. Слова Вестницы Божьей, где она пишет следующее. «Мы должны помнить, что всякий дар от Бога для нашего собственного блага. Это укрепляет веру, так что мы можем просить и получать ещё и ещё. Самое ничтожное благословение, которое мы сами получили от Бога, гораздо больше вдохновляет нас, нежели все рассказы о вере и переживаниях других людей». Как интересно, даже самый маленький опыт, но наш личный опыт с Богом, когда мы доверяемся Ему, для нас это больше, чем все аргументы и все опыты, которые происходят вокруг. «Человек, откликающийся на благодать Бога, подобен нарушаемому саду, он будет источать целительную силу, свет его рассеет тьму, и слава Господня явится в нём. Будем же всегда помнить милосердие Господа и множество Его благодеяний». Дорогие друзья, мужчины и женщины, взрослые и дети, у Бога есть чудесное приглашение каждому из нас. На этой земле мы много страдаем. На этой земле общественное мнение людей очень сильно влияет на каждого из нас. Мы боимся идти к Богу. Даже когда знаем и убеждены в том, что Он — единственный ответ, мы предпочитаем оставаться наедине в страданиях. Но для чего? Сегодня ко мне и к вам звучит приглашение. Что бы ты ни испытывал, каким бы ты ни был, где бы ты ни был, встань, не бойся, и иди ко Кресту, и в сердце своём скажи, Господи, к Тебе, если прикоснусь, тогда исцелюсь. И это случится, потому что Богу благ по отношению к тем, кто уповает на Него, потому что Господь сострадает каждому человеку, и Господь — это единственный ответ на все переживания нашей жизни. Ну а что сказать о Церкви Божьей? Представьте себе, что Церковь Божья на этой земле состоит из таких людей, стоящих в очереди для того, чтобы исцелиться. Что это за Церковь? Что это за люди? Иисус очень красиво в Евангелии от Матфея в 9 главе сказал в 12 стихе «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И поэтому очень часто, когда мы смотрим на Церковь Божью, на тех, кто стоит в очереди, может быть, они нас смущают и думаем мы, и что, я тоже там должен с ними стоять в этой очереди, к Иисусу. Да, может быть, те болезни, те ситуации, те обстоятельства этой большой больницы, Церкви Божьей, нас на самом деле смущают. Но Иисус об этом сказал, что больные имеют нужду во враче. Я болен, вы больны, и каждый из нас исцеляется от прикосновения к Нему. И эта большая больница, Церковь Божья, постепенно превращается в чудесный сад Божий, который освящается небесным светом. Поэтому добро пожаловать в Церковь Божью, стремитесь к Иисусу, потому что вера в Него приносит исцеление и сердцу, и разуму, и всему человеческому естеству. Господь да благословит нас и да поможет нам уже сегодня испытать это великое счастье от прикосновения к Нему. Аминь. Я приглашаю вас, чтобы мы обратились к нашему Господу в молитве, чтобы Он дал нам смелости идти к Нему. Помолимся. Любящий Господь и наш Спаситель, Тебя, Господи, славим и величаем за то, что Ты оставил великую надежду для мужчин и женщин, для страдающих людей, для тех, кто на Твоей земле измучен грехом, измучен болезнями. Господи, мы прямо и очень долго сопротивляемся Твоей благодати. Очень боимся мы того, что скажут люди. Очень боимся мы открыть свое сердце и сказать в этой большой толпе «Да, я грешник, я грешил и потому страдаю, а ныне, Господи, только Ты меня можешь исцелить». Но как чудесно, что эти усилия, которые мы можем приложить сегодня, они обязательно награждаются Твоим вниманием и исцелением. Поэтому, очень небесный, коснись каждого из нас, помоги, чтобы мы без боязни шли к Тебе навстречу. И пусть в сердце каждого из нас не умолкает этот голос. Если прикоснусь к нему, то исцелюсь. Пусть, Господи, в жизни каждого из нас каждый день будут новые опыты того, как Ты совершаешь в нашей жизни чудеса, исцеления, как Ты изменяешь нашу жизнь. И пусть, Господи, мир и счастье воцаряется в каждом сердце, посвящающем себя Тебе. Об этом молитва нашего имя Иисуса. Аминь.